Сегодня у нас в гостях Александр Супрунов, один из организаторов проекта «Умный стикер», который помогает слепым и слабовидящим людям. Александр, доброе утро. Анна, доброе утро. Доброе утро, слушатели. Немножко оговорюсь, тут я один из тестировщиков как раз вот этого проекта «Умный стикер». Кто проверяет их на себе? Так, хорошо. Александр, давайте поговорим поподробнее об этом проекте. Что такое «Умный стикер»? Вот объясните нам простыми словами. «Умный стикер» — это, получается, рельефная наклейка с NFC-меткой программируемой, на которую можно записывать информацию. В данном случае мы ее предполагаем как замену брайлевских табличек, которые висят у дверей, допустим. Она также располагается 140 см от пола, 10 см от ручки справа. То есть все идет по ГОСТу. И это очень удобно. Сейчас расскажу именно, в чем соль. На эту NFC-метку можно записать любую информацию. К примеру, адрес аудитории, номер преподавателя, предмет, либо же врач, кабинет, его расписание. То есть если на брайлевскую табличку это будет очень много, это помимо того, что не все владеют брайлем, то на данную метку можно записать много. Это один момент. Другой момент то, что не нужно руками, пока ты прочитаешь, а здесь просто поднес телефон, и она тебе прочитала. Стоит всего лишь один раз настроить свой телефон, и все. И NFC-метка работает. Это лучше, чем, допустим, QR-код, так как не надо наводить камеру, мы просто подносим телефон с задней частью к метке, и он ее озвучивает. То есть он открывает браузер, либо там автоматически срабатывает запись, либо ты нажимаешь кнопку старт, и там озвучивает то, что на этой, на всей метке записано. Здорово. А как пришла идея разработать такой проект? Получается, Илья Зуев, наш организатор, в данном случае в Иркутской области, который отвечает за все вот этот проект, умный стикер для незрячих, встретился с Данилом Бредихиным, предпринимателем из Орловской области. На форуме Байкал в августе 23-го года они встретились, познакомились, и вот у них возник проект сделать что-то полезное для людей с ограничением по зрению. Я так понимаю, что Данил был восхищен Ильей, его целеустремленностью, и вот у них возник такой проект, а Данил занимался умными стикерами как раз для бизнеса. И они запустили такой проект, и причем он стартовал очень быстро. В 2023 году уже два корпуса Иркутского госуниверситета были оснащены как раз вот этими стикерами. И я вам скажу, я тестировал как раз их, и это очень удобно. Я сейчас пример приведу. Когда незрячий пользователь, человек точнее заходит в незнакомое заведение, ему непонятно, куда идти. То есть если зрячий спокойно окинул пространство, увидел там аудиторию, название, то незрячему надо идти, либо кого-то спрашивать, как-то стучаться в аудиторию, еще что-то. А здесь, в данном случае, он подошел к углу крыла, допустим, нашел эту метку, она рельефная, как я уже говорил, поднес к ней телефон, и все, и телефон озвучил, что там в правом крыле находится такая аудитория, такая аудитория, столовая, там еще что-то. К каждому кабинету подошел, он говорит, там аудитория, допустим, 217. И это, представляете, это просто человек становится самостоятельным, даже если он только-только поступил или идет подавать документы в этот институт, он все может делать самостоятельно. А для незрячего человека быть самостоятельным, это очень то, что придает ему уверенности. То есть я могу, да? Да, это действительно важно. А вот сейчас хотелось бы узнать побольше, где еще в Иркутске планируется установить этот стикер? Уже сказали, что в госуниверситете он есть. Где появится в ближайшее время? Да, в 2023 году, как я уже говорил, сделали стикер в двух корпусах Иркутского государственного университета. В 2024 году сделали, оборудовали данными стикерами Орловский государственный университет. Также в нашей Иркутской области оборудовали музей «Семья сквозь века» в Шаманке. И в Москве оборудовали музей-квартиру книгоиздателя. Так. А как сейчас ведется работа над этим проектом? Что планируется еще сделать, добавить в ближайшее время? Да, вот сейчас ведется работа, получается, над оборудованием областной больницы в Юбилейном. Это очень хорошо, на самом деле. Я первый, наверное, побегу туда тестировать, потому что мне интересно, действительно, люди туда ходят, и как это будет выглядеть, очень хочется узнать. Также работа ведется над музеем Иркутской области, чтобы там тоже были стикеры. То есть вот эти стикеры, да, они не просто же для информирования, допустим, аудитории или еще что-то, они очень многогранны, да, можно их использовать как для стикеров вот именно аудитории, так и, допустим, типлокомментарий к памятнику, да, вот как я сейчас дальше расскажу. Или там вот в музее не все можно трогать, да, к экспонатам музея человеку надо как-то описать, а его сопровождающий не всегда может это сделать, аудиогиды, это тоже очень дорогая система, а метка, на нее записали, человек подошел, поднес, ему описали, может, еще даже историю предмета рассказали, да, и все, и он, по сути, как будто бы обозрел все это. И это очень универсальная, интересная технология. Далее вот сейчас по гранту, Илья с командой выиграли грант, и они будут оборудовать, получается, зеленую линию в Иркутске, туристический объект, да, наш, по центральным улицам, который идет, также будут оборудовать Иркутский ботанический сад, будут оборудовать в сквере 90 лавочек стикерами, чтобы люди наши знакомились с творчеством поэтов и авторов нашего региона. Это тоже очень интересная идея, которая повышает, да, культурное, культурное вот это образование, да, скажем так, потому что, ну, не везде, к примеру, по Брайли, или еще как-то можно найти те же информацию, да, вот поэтов наших региональных или там авторов, вот, а на стикерах можно будет это прослушать. Это, кстати, довольно-таки интересная идея, эти могут пользоваться как зрячие, так и незрячие. Ничего на телефон устанавливать не нужно, просто подносишь телефон к метке, если NFC включен, либо ее заранее там включаешь в настройках, и все, и это работает. И это очень удобно, что не нужно ничего дополнительно ставить, просто нужен телефон. Вот, это, кстати, очень важный момент, потому что многие, наверное, могли подумать, что нужно какое-то дополнительное приложение скачивать, опять места в телефоне занимать. Нет, друзья, просто подносите телефон поближе, и вот, пожалуйста, вся информация перед вами. Ну, а сейчас хотелось бы узнать побольше о поправках, которые сейчас введены для слабовидящих людей. Что изменилось за последнее время? Как раз вот в этом году очень интересные поправки у нас вынесли в нашем регионе. Они как раз касаются умного стикера. В данном случае я говорю о том, что наши незрячие люди, которые являются студентами средних и высших учебных заведений, либо работающие инвалиды первой, второй группы, однако, могут получить компенсацию за приобретение смартфона с программным обеспечением. Да, как мы понимаем, в данном случае все смартфоны на андроидах, на айфонах, айфоны позволяют использовать их незрячими людьми, и поэтому инвалиду спокойно можно купить себе смартфон, и в данном случае в нашем регионе получить за него компенсацию в 25 тысяч рублей. До недавних времен эта поправка, получается, была введена в апреле, но там было ограничение, стояло по прожиточному минимуму. Он был двойной, однако, на человека. А в октябре этот сняли, убрали эту поправку, и теперь, в принципе, любой инвалид, являющийся студентом и работающим инвалидом, как я сказал, может себе получить такую компенсацию. Для этого нужно приобрести смартфон и подать заявление в нашу соцзащиту, либо через госслуги, через МФЦ в течение месяца после покупки устройства. И если он стоит дешевле, то вернут ту сумму, которую человек затратил. Если стоит дороже, то вернут 25 тысяч рублей. Мне кажется, это очень хорошая поправка, так как сейчас смартфон для незрячих людей, да и в принципе для людей, да, это незаменимое устройство, а для незрячих людей это еще и очень универсальное средство реабилитации. Так, а что насчет поправок для владельцев собак-поводырей? Да, для владельцев собак-поводырей тоже очень хорошая поправка. В нашем регионе ввели дополнительные средства на содержание собак-проводников к федеральной выплате в сумме 50 тысяч рублей. То есть человек после того, как получил федеральную выплату, он может обратиться в региональные органы за получением доплаты, да, вот как раз в эти 50 тысяч рублей. И в итоге у него сумма выходит, если я правильно помню, около 85 тысяч рублей. Мне кажется, это неплохо, потому что собака-поводырь, да, она требует очень много забот и внимания, как питание, да, у нее специфическое, так и уход за ушками, за глазами, да, в принципе, за здоровьем, потому что она работает. Она прям работник такой, постоянно водит своего хозяина по маршрутам. Это точно. Александр, спасибо огромное за то, что нашли сегодня время, пришли к нам в студию и в финале нашего разговора. Что бы хотелось пожелать сегодня слушателям? Хотелось бы пожелать хорошего настроения, но хорошее настроение – это залог здоровья. Будьте всегда бодрыми, счастливыми и улыбайтесь, несмотря ни на что.